Семашка Вокзалы Арзамас-1 и Арзамас-2 ждет большое обновление, сообщил на пресс-конференции начальник Горьковской железной дороги Анатолий Лисун. По плану, оба вокзала станут транспортно-пересадочными узлами для маршрутов до Дивеева и Сарова. Это часть проекта паломническо-туристического кластера Арзамас-Дивеева-Саров. На базе данных вокзалов площадь полностью не занята, и мы предлагаем создать транспортно-пересадочные узлы, то есть организуем перевозки с учетом роста пассажиропотока, с учетом масштабной программы по развитию кластера. Мы прогнозируем увеличение пассажиропотоков со всех направлений, сказал Лисун. Проектно-сметная документация уже готова, добавил он. Ну и про Саровских Бонни и Клайд. По версии следствия, 24-летняя Бонни и ее 31-летний Клайд с февраля по май 19-го года совершили кражи продуктов и прочего добра из магазинов. Действовали хитро. Со стеллажей они набирали товар, а оплачивали на кассе только его часть. По камерам их отследили и вычислили дело техники. Ну и бонусом, когда граждане не явились давать показания добровольно, к ним на квартиру пришли с обыском и застали хозяев за попыткой избавиться от хранящегося на квартире мака путем утилизации его в окно. Ну в общем, умники добавили себе проблем по статье 228. Незаконное приобретение хранения наркотических средств. Наворовали-то немного, всего на 18 тысяч рублей, зато статьей им светит теперь целый веер. Расследование дела завершено, материалы переданы в суд. Субтитры подогнал «Симон» Информационное агентство ЗАТО Новости